интересный вопрос на практике я редко встречаю судей перед которыми стоит лежит молоток вообще в странах европейских в америке законом четко регламентировано как должны использовать суде этот молоток они и значит с помощью молотка там определяют начало конец судебного заседания или перерыв а также после оглашения вердикта там стучат молотком по подставке чтобы это означает что все окончательное решение принято если кратко то любой адвокат он юрист однако не любой юрист является адвокатом юристом считается и прокурор следователь и судья представители других направлений они все юрист то есть юрист это лицо и получившие специальное среднеспециальное или высшее юридическое образование а адвокат получил высшее юридическое образование а еще сдал квалификационный экзамен после чего получила лицензию для осуществления адвокатской деятельности а также удостоверение и он является членом адвокатуры кыргызской республики строгость судей обусловлена их профессией они от имени кыргызстана вершают правосудие это их основная задача поэтому их решение касается судеб граждан конкретных лиц в определенных случаях их решение касается судьбы государства это много у нас примеров таких поэтому они должны быть серьезными вообще бесплатного адвоката не существует это мнение которое распространено среди населения думает что есть бесплатный адвокат на самом деле это так называют государственных адвокатов существует единая организация адвокатура кыргызской республики все адвокаты в кыргызстане состоят в этой организации в членстве этой организации некоторые адвокаты изъявляют желание от имени государства и за счет государства получая небольшое вознаграждение оказывает юридическую помощь некоторым категориям категориям граждан это пенсионеры там безработные для них при министерстве юстиции создан специальный реестр и нуждающиеся могут обращаться через суды через следователей к этим адвокатам и вот они называются в быту бесплатными однако за счет государства они получать небольшое вознаграждение и второй вопрос плохие или бесплатные адвокаты конечно нет это в корне неправильное представление среди государственных адвокатов встречаются профессионалы своего дела с большим опытом и стажем вообще до вступления в силу обвинительного приговора суда лицо не считается преступником однако бывают случаи когда лицо признает себя виновным в совершении преступления в этих случаях мы защищаем для того чтобы помочь ему получить более мягкое наказание сами законы так прописаны что в санкциях там по некоторым преступлениям например по мошенничеству предусмотрены предусмотрены несколько видов наказания это например общественные работы штраф или лишение свободы и вот судья будет по итогам судебного разбирательства избирать один из видов наказания мы должны помочь подзащитному нашему даже если он признает вину получить именно мягкое наказание если это позволяет обстоятельства дела а я защищал преступников в том смысле что они признавали себе свою вину и тогда я предоставлял суду информацию сведения о его личности оба обстоятельствах которые натолкнули его к совершению такого деяния плохого и тогда мы добились минимального наказания для него если проиграть дело можно вернуть деньги только в том случае если соглашение договоре между клиентом и адвокатом это прописано если нет то вообще на практике основная масса адвокатов в своем договоре указывает что деньги не возвращается это связано с тем что ведя дело там месяцами годами он теряет свое время нервы и так далее адвокат не расскажет никому о тех сведениях которые стали известны ему в ходе оказания юридической помощи закон обязывает его держать в тайне всей всю эту информацию даже если адвокатов постараются там в ходе допроса со стороны следователя узнать от адвоката информацию какую-то о его клиенте адвокат может отказаться это по закону так а юрист не сможет поэтому лучше обращаться к адвокатам но с этой точки зрения адвокат в кристане принципе зарабатывают хорошо гонорар размер гонорара адвоката зависит от многих факторов это объем дела сколько судебных процессов предстоит по конкретному делу от личности подзащитного или доверителя если это гражданское дело и исходя из всех этих моментов он определяет размер гонорара и получает от клиента адвокат в кристане в среднем зарабатывают по моему мнению от 500 долларов и да нет границ юриспруденция вообще она многогранна там есть различные направления даже опытные юристы каких-то вопросах не разбираются тем более граждане поэтому если например какой-то работник его незаконно уволили он хочет восстановиться на работе здесь есть много подводных камней моментов тонкостей в котором может хорошо разобраться только опытный адвокат поэтому лучше конечно обращаться адвокатам и это делать не после возникновения проблем а до их возникновения на практике бывают случаи когда даже при участии адвоката судьи допускают грубейшие нарушения во вред осужденному например я могу привести одно дело не раскрывая там тонкости осудили несовершеннолетнего на 10 лет тогда как его могли по закону осудить только максимум на шесть лет и это при участии двух адвокатов представьте если такое получается то без адвоката что слух может случиться поэтому лучше во всех вопросах обращаться к специалисту адвокат законов в кыргызстане очень много начиная с конституции до нормативно-правовых актов айлюк мэту они все считаются законами поэтому для адвоката для юриста главное уметь ориентироваться в законах знать по каким вопросам где находить соответствующие нормы мне не нравится среди законов определенные нормы их можно конечно совершенствовать путем внесения поправок например мне не нравится статья 313 уголовного кодекса по той причине что там слишком суровое наказание по статье 313 можно привлечь к ответственности пользователя фейсбук который не подумав о последствиях там написал пост о том что сам являясь северянином о том что южане по тем-то причинам плохие его можно осудить от пяти до семи с половиной лет только за то что он пост написал не подумав о последствиях это очень жестокая статья которая можно смягчить в россии например это же статья действует по иным правилам первый раз его можно привлечь путем наказания на штраф во второй раз если в течение года он повторит то же самое его можно уже осудить к лишению свободы у нас тоже я считаю необходимо внести такие поправки сейчас правоохранительные органы в этом направлении активно работают они следят и специально на этом сотрудники которые следят что люди пишут в соцсетях и очень много дел где людей за посты в фейсбуке привлекает именно по статье 313 и со временем количество осуждаемых лиц осужденных лиц по этой статьи растет в принципе все положительные качества нужны не помешает адвокату как человеку и профессионалу но я бы выделил трудолюбие целеустремленность стрессоустойчивость честность порядочность на этот вопрос могу ответить следующим образом в хрестане именно в судебной системе существует коррупция однако поскольку я сам не передавал лично судьям денежные средства я не знаю и в процентном соотношении не могу сказать точно однако это есть и этим надо бороться но по моему личному мнению коррупция всегда будет в судебной системе было и будет в фильмах мы видим что там адвокаты очень красноречивые все красиво выглядит на практике красноречием не покорить судью суде надо предоставить конкретные четкие доказательства выразить свою позицию перед суде и чтобы он мог просто разобраться в деле я считаю что взаимные отношения между адвокатом и его доверителем должны строиться на правде все что известно доверителю он должен сообщить своему адвокату это сыграет положительную роль для выигрыша дела скажем вот работник кунтура которого незаконно уволили обратился к адвокату и через суд хочет восстановиться он скрыл от него от юриста что он прогулял часы рабочие да в суде все равно это всплывет и может отрицательно сказаться в решении суда решение суда может быть против него в нашей профессии мне нравится то что нету монотонность у нас разнообразие то есть встречаемся с разными людьми разные люди обращаются к нам мы ведем различные по содержанию дела мы в одном месте не сидим все время в офисе не сидим всегда правоохранительных органов в судах участвуем в следственных мероприятиях на допрос и так далее да вот есть разнообразие у нас нет начальников мы свободны вот эта свобода мне нравится также мы у нас есть возможность для саморазвития вообще я думаю любой человек должен выбирать профессию исходя из того нравится ему это или нет иначе как говорил вот харуки мураками японский писатель будет носить он говорит не на силу и свою душу не своей профессии профессия должна быть не браком по расчету актом любви то есть даже если не любишь хоть должна профессия тебе нравится тогда ты в трудные моменты не оставишь ее будешь продолжать да я считаю что профессия адвоката будет актуально до тех пор пока существует общество потому что все взаимоотношения внутри общества и в государстве они устроятся на законах а законы как раз та материя которую изучают адвокаты и из в этой связи помогает гражданам организации я рекомендую обращаться к адвокатам до возникновения проблем поскольку с адвокатом будет лучше чем без него